Я с особо удовольствием предоставляю слово Ивану Николаевичу Лавченкову. Спасибо. Дорогие друзья, я постараюсь не обмануть ваших ожиданий уже кратко. Ну, наверное, следующий слайд, тут ничего интересного. Значит, я постараю компанию на ощупь производственной фирмы Globus. Компания сама по себе занимается промышленным программированием. Ну, вроде бы, причем мы, причем комплектная любвистика. Все дело в том, что свою трудовую деятельность я начинал в лаборатории инженерной любвистики Райма Угеновича Пеатрусского. Поэтому, как настоящий программист, я начну с конца с благодарности Ларисе Николаевне, что она пригласила сюда. Я всегда говорил, что талант – это бацилла. Вот бацилла Пеатрусского заразила многих. Не только я. На самом деле существует целый круг людей, которые до сих пор общаются между собой. И которые уже давно… Ну, нельзя сказать, что нет, есть лаборатория, но мы там и работаем. И тем не менее мы продолжаем заниматься инженерной лингвистикой. Ну, а мы переключились на такую область, как компьютерная лимбодидактика. Почему так произошло? Ну, во-первых, такое направление всегда было в лаборатории. Иное дело, что когда я работал в лаборатории, меня это не сильно интересовало. Я тогда занимался переводом, но на самом деле лаборатория дала главное. Вот сейчас, прошло уже столько лет, да, изменились компьютеры, да, изменились мощности. Но технологии, алгоритмы, они во многом остались те же самые. Да, это работает в 20 раз быстрее. Но, по большому счету, вот тот опыт, который мы приобрели тогда, работая в лаборатории инженерной лингвистики, он бесценен. Как я сказал, что мы занимаемся промышленным программированием. Это работа с особо опасными объектами, это космодромы, это нефтегазовые площадки. И, как любая профессия, она накладывает отпечаток на тех, кто и занимается. Вот, занимаясь опасными объектами, программист становится немного циником. Если все здесь говорили о том, что как хорошо компьютерное моделирование, компьютерная обработка, то наш опыт показывает, что к этому относиться очень осторожно. В нашей компании два с половиной года назад мы решили возродить группу, которая раньше была, которая занимается именно лингвистическими технологиями. И заниматься компьютерной лингводидактикой. Зачем это надо? Второй язык после жаргонного программиста — это английский. И тут оказывается, что раз в три года примерно меняется технология программирования. Рождаются новые отрасли, рождаются новые направления. И каждый из них порождает свою терминологию. Следить за этим весьма тяжело. Кроме того, аналогичная задача стоит практически перед всеми профессионалами, которые занимаются своей какой-то областью. Основной язык науки сейчас, к сожалению, английский. И это будет долго. Конечно, наша группа амбициозная. Мы хотели бы создать достойный учебник английского языка электронный. Но вот слово «электронный» я бы взял в кавычки. Я потом поясню, о чем идет речь. Ну, в любом случае, главное слово «эффективный». Естественно, что решить такую задачу маленькой группы нереально. Поэтому мы решили заняться из этой огромной области, выделить маленькую задачу, но которая занимает 70% времени. Это пополнение лексического запаса обучающего. Запоминание, да? Здесь много говорили о памяти. Много технологий существует. Самая популярная – это карточная методика, естественно, когда люди создают лексиографические карточки и запоминают. На самом деле, как показали наше исследование, от этого далеко не уйти. Карточка может меняться и трансформироваться, но, тем не менее, она будет карточкой. Вопрос, откуда берутся эти слова и что с ними дальше потом делать. Основное, с чем работает большинство профессионалов – это книга. Поэтому мы решили создать нашу систему на базе, условно скажем, читалки. Программы для чтения книг. Можно следующий. До того, как начать разработки, нами были проанализированы многие уже имеющиеся в настоящий момент решения. Были проанализированы учебно-металлические материалы, которые существуют в огромном количестве. Учебники. На базе всего вот этого мы создали нашу систему. Но еще раз подчеркну, что все-таки база, как это удивительно звучит, прошло столько лет, но алгоритмическая база с точки зрения программирования, она осталась вот той же, которая была выработана в лаборатории инженерной лингвистики. Те же самые теории графа, те же самые теории множества. И оттуда в ближайшее время я не вижу, как от этого уйти. Не уйти. Математика меняется не так быстро, как меняется наша человеческая жизнь. Возможно, дальше. Ну вот здесь вы видите таких два экрана нашей программы. Значит, еще раз повторю, задача стояла так. Нужно обеспечить помешанные специалистов компании программой решением, которое позволит им достаточно быстро адаптироваться к новым условиям, к новой лексике. Вот перед вами чтение. Ну, это далеко не программа, лексика, организационная груза, всем известный, хороший текст. Внизу наша словарная статья. О ней мы поговорим несколько подробнее. Базовые функции, естественно, читалки присутствуют. Вы можете листать книгу, искать книгу, делать закладки. Все это есть, наверное, и не слишком интересно. Словай имеет поиск. Поиск в учетном морфологии русского и английского языка. Всегда здесь подчеркивалось, что английский язык, не только английский язык, амонимичен. К сожалению, мы не ставили задачу, наверное, вот, если никому меня поправят, если что-то имеется в мире в последнее время, решать задачу мы имеем. Это сложная задача. И непонятно, можно ли ее держать пока. Поэтому в нашей системе существует, называемый, расширенный поиск, где система оценит возможные варианты нахождения слов в словаре и выдаст их на откуп человеку. И он уже сможет выбрать, что по контексту подходит, что не подходит. В соответствии, как и сказал, мы провели некий анализ. Мы считаем, что самая страшная и нехорошая вещь, которая была в предыдущих системах, это то, что пополнение словарного запаса зачастую было оторвано от фонетики. Да, писали транскрипцию, но насколько хорошо и правильно ее произносили, было непонятно. Ну и кроме того, сейчас существует огромный пласт, это аудиокниги. Аудиокниги широко использовались как отдельный инструмент для изучения языка. Вот мы решили все это дело объединить в единую систему. То есть ничего инновационного, революционного нет. Все это в разных частях, в разных видах. Было известно и до нас, и вот тут, но в комплексе, наверное, такого нет. Ну и, конечно, система базируется на словаре пользователя. В определенной степени наша гордость – это алгоритмы работы со словарем пользователя. К сожалению, оказалось, что ни один из существующих форматов электронных книг для решения задач компьютерной лидеракции практически не подходит. По разным причинам. Начиная от емкости ресурсов и, главное, быстрого действия. Сейчас для того, чтобы создать систему, в одном файле нужно хранить огромное количество разнотипной информации. Поэтому наши специалисты подумали и решили, что надо создавать свой формат, который будет хранить словари, который будет хранить текст, билингум, да и бог знает еще что. То есть формат вышел таким, что сейчас мы можем хранить там все что угодно. Ну, например, задания, карточки. Ну, я не знаю, мне сложно придумать то, что мы там не можем хранить. И вот так появился формат TPUB. Но, естественно, для того, чтобы формат был востребован, нужно обеспечить импорт из существующих форматов. Один из популярных форматов FB2. Огромное количество интернет-книг в формате FB2. Поэтому система располагает импортом из FB2 и из TXT. Несколько подробнее о словарях, которые встроены в нашу систему. В общем-то, всем понятно, что, конечно, чтение книг – это самый продуктивный, самый хороший способ по подмене литического запаса. И тем не менее, тем не менее, он был не слишком популярен. И не слишком популярен до сих пор. Почему? А потому что то время, которое требуется на поиск информации, оно фактически нивелирует вот те преимущества, которые может предоставить система. Наша система располагает двумя словарями. Словарями общей лексики – 100 тысяч слов и выражений. И это, ну как, это такой, действительно, общий словарь. Он создан компиляцией энбарсов и еще каких-то словарей, я сейчас еще не помню. И учебный словарь. Есть всего 5 тысяч слов. Но при этом даны только основные переводы. И главное, там есть очень много примеров использования. Каждая словарная статья, ну, много словарных статей, по-моему, имеют синонимы, антонимы, могут содержать информацию и звук. Дана фонетическая транскрипция. Вы можете нажать на кнопочку и услышать, физически услышать голос диктора. И соотнести каждый элемент транскрипции к звуку, который вы слышите. Это очень эффективная вещь для изучения фонетики. В общем-то, ну, я уже говорил, что поиск словаря осуществляется с учетом орфологии. Пойдемте дальше. Ну, наверное, как я уже говорил, предметом нашей гордости является словарь пользователя. Словарь пользователя – это своего рода картотека. Вот те карточки, которые будут потом использованы в процессе запоминания. Поддерживаются все основные функции. Его можно редактировать, его можно пополнять на основе базовых словарей, на основе учебного словаря, можно начать с ноля и всю информацию занести туда. Словарь может содержать синонимы, антонимы, изображения, звук, пользовательские комментарии, информацию о приемных пользователях. Все это хранится в формате XML. То есть это тот формат, тот формат, я считаю, это один из таких принципиальных вопросов, подойдет к любой формат, который разрешает, позволяет пользоваться и управлять информацией. То есть мы должны всегда знать – это слово, это перевод, это примеры, это английская часть примера, это русская часть примера. И вот формат XML, который мы используем, он, конечно, в этом отношении идеальный. Как я сказал, существует очень простой способ выполнения словаря. Если вы видите слово в тексте, вы нажимаете кнопочку мышки, перед вами автоматом идет поиск в учебном или базовом словаре. Если вас устраивает то, что вам показывает словарь, нажимаете еще одну кнопку, и словарь попадает в пользователь словаря. И все вроде бы хорошо, основная проблема… Да, давайте дальше. Основная проблема вроде бы решена. На самом деле, как всегда, в этом таится и большая неприятность. И о ней мы поговорим чуть попозже. Фонетика. Фонетике в нашей системе уделено достаточно большое внимание. Ну, во-первых, существует два электронно-книгофонных центра. Стандартные функции двухкассетного дитофона. Вы можете прослушать, вы можете наговорить, вы можете сравнить. Автоматического сравнения звука нет. Все на голос. Вот так же, как дирижер оркестра пользуется камертоном и не пользуется айфоном. А вот, собственно говоря, обучающий делает то же самое. Он слышит диктора, слышит себя и может сравнить, насколько хорошо, насколько близко он говорит так, как говорит диктор. Существуют разные сервисные функции поддержки фонетики. Ну, например, часто вы знаете слово, знаете его перевод, но совершенно забыли, как оно звучит. Знаменитый Манхептер и Ливерпуль, ну, еще никто не отменял. Двумя нажатиями кнопки вы получаете только фонетическую информацию. Вы видите транскрипцию и звучит звук. Итак, у нас есть картотека. Теперь вопрос, как его выучить? Понятно, нужны системы какие-то задания. Из-за того, что слова не структурированы, из-за того, что мы можем выделить любую часть в словаре, мы можем автоматически породить задания. Ну, например, из набора, вот как здесь показано, из набора слов человек выбирает правильный перевод. И вот таких заданий до трех в данном случае. Дальше. Ну, вот тут возникла некая проблема. Мы, как все программисты, любим все измерять. И вот когда появилась первая версия этой системы, выяснилось, что через два месяца эйфории мы получаем отрицательный результат. То есть два месяца человек использует систему, и все хорошо. Да, он великолепно запоминает, но через два месяца результат скатывается до 20%. Что такое 20% в нашем понимании? Это вот есть 100%, это весь массив, который есть в словаре пользователя. И через два месяца использования этой системы он запоминает только 20%. А первые два месяца он запоминает 80%, 60%. Стал вопрос, а почему такое происходит? Ну, опять-таки, как все программисты мы любим тогда, когда существует некая модель, которую мы можем алгоритмизировать, которую мы можем формализовать. И вот такую модель мы нашли в модели Даниэля Каннемана. Это лауреат Нобильской премии, психолог, экономист. Я думаю, что многие из вас на сайте слышали это имя, но в двух словах в чем заключается его модель. Он считает, что в нашем мозгу работают две системы. Система 1 и система 2. Это никаким образом не коррелируется с теми первой и второй системы, которые есть у ПАУ. Это просто некая система, выполняющая определенную функцию. Система 1 очень быстрая, очень эмоциональная, малоэнергозатратная. А система 2, наоборот, она разумная. Она может оценивать информацию по многим критериям, но она очень энергоемкая. Известно, что до 70% энергии, которую приобретает человек, приобретается его мозгом. Так вот, потребитель в основном, это вот эта вот система 2. В связи с этим вообще Каннеман не занимался компьютерной дидактикой, нет. Он занимался теорией принятия решений. Почему мы принимаем правильные решения, почему мы принимаем неправильные решения. По его модели, часто приходит пример Оль. Это иллюзия Мюллера Лейера. Вы видите две прямые. И первое, что вам говорит ваша система 1, это то, что все-таки нижняя прямая, она короче, чем верхняя. А вот это тот пример, когда решение приняла система 1. Она видит очевидный факт. Для нее это настолько очевидно, что она даже не передает управление системе 2. Она тут же выдает вам результат. Да, если вы приложите линейку, вы увидите, что линии на самом деле равны. Но все равно будет наблюдаться очень интересный эффект. Когда вы снова будете видеть эту картинку, первое, что вы подумаете, это то, что линия B меньше, чем линия А. И только потом, через какое-то время, которое можно измерить, вот эта ваша система 2 реагирует, нет, у нее был такой жизненный опыт, и этот опыт был неверен. Наверное, можно придумать и догадаться, почему наша система 1 заставляет нас обмануть себя. Вот внизу два рисунка. Мы ходим по улице, видим дорогу. И вот эти линии, это перспектива. Это либо дальняя перспектива, либо ближняя перспектива. Мозг это видит очень часто. И он настолько привык к этой ситуации, что то, что находится вдали, кажется меньше, а то, что вблизи, кажется больше. И он, хотите вы того, не хотите, но он просто отражает этот факт, ваш опыт, жизненный опыт, вот в этой самой иллюзии. Еще очень хороший пример, который показывает деление между системами 1 и системами 2, это простой житейский опыт. Вы едете в автомобиль, с вами попутчик или попутчица. Прямая дорога, и вы ведете невнужденный разговор. Но как только вы входите в поворот крутой, вы тут же прекращаете разговаривать, вы проедете этот поворот, и потом все пойдется дальше. Вот в модель Ханемана это очень хорошо вкладывается. Пока все нормально, вы на автомате ведете работу системы 1. Как только встречена какая-то незнакомая ситуация, система 1 принимает решение задействовать дорогую систему. Она дает вам результат, вы проходите поворот и продолжаете заниматься, и продолжаете движение. Вот мы столкнулись с той же самой проблемой. Через два месяца работы с нашей системой, система 1 хорошо поняла, что запоминать информацию совершенно не надо. Она легко доступна. Вы откроете ноутбук, вы откроете планшет, и вы увидите эту информацию. Вот просто увидите. Система 1 задает себе правильный вопрос. Зачем напрягать дорогую, мощную систему, если информация легко воспроизводима? Это проблема не только нашей системы. Это проблема зачастую всего образования, когда речь идет о компьютере, когда речь идет об интернете. Легкость получения информации приводит к тому, что информация обесценивается. И мозг перестает ее просто воспринимать. Да, он знает, что он ее видел. Что он видел, он забудет. Чем хороша система Канн-Имана? Вообще Канн-Имана есть хорошая книга. Думай быстро, решай медленно. Это неверный перевод с английского, но книга, конечно, достойна того, чтобы ее прочитать. Опять-таки, она не относится к компьютерным ингредиентам. Иван Николаевич, у вас три минуты. Вот так. Да. Ну ладно. Тогда пойдем где дальше. Собственно говоря, для того, чтобы обмануть систему 1, нужно сделать то, что система 1 нужно заставить мозг работать так, чтобы система 1 не могла выполнить эту работу. Ну, например, попробуйте умножить в мозгу два двухзначных числа. Вы задумаетесь. Потому что задача не очевидна. Она проста, но не очевидна. И тогда вот система 1 передает данные системе 2. Вот для ингредиентации тоже существуют определенные приемы, как заставить работать именно систему 2. Говоря к повторениям отвлечения, это правда и нет. Не к повторениям отвлечения, а вспоминаниям отвлечения. Вот если вы сделаете так, что человек будет не считывать, пролистывать он может на автомате сколько угодно долго. Но если вы сделаете так, чтобы человек глядя на информацию и ее вспоминал, то вот это будет действительно мотлечение. И в нашей программе существует несколько таких тренингов, которые именно делают ответы не очевидными, а следовательно задействуют вот эту систему 2. Система реализована на андроиде, на виндоус, существует достаточно много книг, которые вы можете конвертировать в интернет полон, плюс какие-то книги есть у нас. Вы можете синхронизировать аудиокнигу с книгой, и это тоже помогает в обучении. Здесь уже говорят о том, что есть проблема деления слуха вручной, но из-за слова из потока слухов. Тут тоже есть определенные наработки. Ну, наверное, время вышло, но более подробно вы можете узнать на нашем сайте. Еще раз хочу повторить, что эта система делалась фактически для внутреннего использования. Поэтому, наверное, какой-то такой научных статей, научные подоплеки она еще не имеет. Но тем не менее, она показала свою интересность, по крайней мере, на нас самих, на наших друзьях, на наших знакомых. Наверное, она не имеет места в нашем современном образовании, в основном для самого образования. Там есть масса других скорочкей, там немного всего интересного. Ну вот, собственно говоря, во что трансформировался опыт, полученный в свое время в лаборатории в режиме любвистики и раме Генщина Петровского через столько лет. Спасибо. 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 Спасибо.